Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка компании Тикмил и с вами я, Артур Изятуль. Розничные продажи в США ускорили рост в октябре до 0,8%. Об этом стало известно вчера. Департамент торговли поделился с нами данными. Рост, прежде всего, объясняется повышенным спросом на строительные материалы и легковые автомобили в октябре. Значения за август и сентябрь пересмотрели ниже, что немного беспокоит, однако известно, что показатель розничных продаж отличается цикличностью и в предосенний период часто наблюдается спад, а затем происходит взлет к началу праздничного сезона. Если взглянуть на этот график, то видно, что действительно розничные продажи отличаются цикличностью и под конец года всегда происходит всплеск покупательской активности, как раз из-за того, что происходят различные акции, население готовится к праздникам новогодним и так далее. А вот после праздников в потребительских расходах, вероятно, на месте некоторое истощение, которое будет совпадать с постепенным исчезновением эффекта от налоговой реформы. Соответственно, на финансовых рынках может начаться формироваться консенсус по поводу переломного тренда в экономике в начале следующего года, и трещину, возможно, даст именно потребление. Самый основной фактор в экономическом росте США. Это тоже сейчас следует учитывать. В сентябре розничные продажи были пересмотрены до вялых 0,1%. В августе показатель также оказался ниже предыдущих оценок. Более информативный и более узкий базовый показатель розничных продаж вырос в сентябре в сфере 0,3% против прогноза 0,4%, не оправдав ожидания. Он не включает в себя товары, которые менее эластичны колебаниям дохода. А они, собственно, зашумливают связь расходов с динамикой доходов. Поэтому показатель базовых продаж более точно отражает выбор домохозяйств между альтернативами потреблять и сберегать. В августе и сентябре, что важно, показатель базовых продаж был также пересмотрен в худшую сторону. Как бы напрашивается сейчас предположение, что глубинный тренд в потреблении США постепенно переходит в фазу плата после бурного роста во втором квартале. Рынок труда пока находится в исключительно превосходном положении. Последние данные по первичным заявкам по безработице. Можно видеть, что показатель не сильно отклонился от прогноза. Данные это на ноябрь, на 10 ноября. Сильный внутренний спрос и низкий уровень безработицы. Это сейчас оптимальная комбинация экономических условий для повышения ставки, которая действительно уже необычайно долгое время сопровождается низкой инфляцией. Соответственно, ФРС сейчас действует проактивно с явным уклоном в пользу сдерживания перегрева, нежели опасение сорвать рост. Фьючерсы на ставку закладывают сейчас шансы в 72%, что ставка будет повышена в декабре, что нельзя назвать высокоуверенностью. Вчера также появились данные по импортным и экспортным ценам. Министерство труда поделилось с нами также данными. И они очень хорошо проясняют ситуацию с тарифами. Если углубиться в отчет, мы сразу перейдем к экспорту. То, во-первых, экспортные цены, как видно, прервали тревожный тренд, укрепившись на 0,4% в октябре. Напомню, что в прошлые месяцы сельхозпродукции и некоторые другие товары жертвы тарифов незначительно потянули экспортные цены вниз. Широкий показатель уходил в отрицательную зону. Пару месяцев он там находился, в конце второго, в начале третьего квартала. Соответственно, именно здесь формировались некоторые ожидания перехода экспортных цен в устойчивую дефляцию. Но про Боиндов им так говорить, как оказалось, не критично. В октябре цены на сельхозпродукции выросли на 0,4%. Широкий показатель. Что касается отдельно по отраслям экспорт-ориентированных, так вот, цены на сельскохозяйственную продукцию продолжили падать. Упали они 0,3%, вот здесь видно из данных, за счет того, что цены на хлопок и цены на орехи, они у нас снизили на 4,6% и 5,3%. Но цены на остальной экспорт, который исключает сельскохозяйственную продукцию, нивелировали эффект, они выросли на 0,5%. В годовом выражении индекс цен на сельскохозяйственную продукцию снизился на 4,5%. Остальное же, что касается экспорт-ориентированных отраслей, которые не включают сельскохозяйственную продукцию, то они выросли на 0,3%, и вот, когда мы говорим о том, как тарифы повлияли все-таки на экспорт, они ударили по нему или нет, то важно смотреть, действительно, как по экспорт-ориентированным отраслям произошло изменение цен. Так вот, видно, что экспорт-ориентированных отраслей, не включая сельское хозяйство, вырос на 0,3%, при этом важно смотреть, какую долю они занимают в общей доле экспорта. И вот, если взглянуть на этот индикатор, он называется относительная важность, так видно, что сельское хозяйство занимает всего лишь 9,5%, в то время как остальной экспорт занимает намного большую долю. И по нему как раз мы видим рост экспортных цен, в то время как основное снижение как раз пришлось на сельскохозяйственную продукцию. Какой вывод из этого можно сделать? Такое, что спрос на экспорт США в мире остается довольно-таки высоким, и это, естественно, сигнал производителям, то, что они должны расширять выпуск, увеличивать найм и так далее. Так как страдает преимущественно сейчас сельскохозяйственный сектор, поэтому не стоит раздувать проблему с тарифами, обобщать ее на весь экспорт, стоит смотреть конкретно по отраслям, что там происходит с экспортными ценами. Условия торговли США с Китаем начали меняться в лучшую сторону, вопреки негативным ожиданиям. Вот здесь в отчете также можно видеть небольшой абзац про условия торговли. Так вот, с Китаем условия торговли улучшились в октябре, импортировать из Китая стало выгоднее, так как импортные цены снизили на 0,1% в октябре. Экспортировать также стало выгоднее, так как цены на экспорт США в Китай выросли, причем выросли они на 1,1%. Это можно будет видеть из этого показателя, что экспортные цены действительно выросли на 1% в октябре. Вывод, как бы сейчас можно сделать следующий. Тарифы, вот похоже, затронули только сельхозпродукцию, цены на остальной экспорт устойчиво растут, а значит внешний спрос на товары США остается довольно-таки высоким. Рынок, скорее всего, будет ориентироваться на центральный сценарий ФРС с повышением ставки, а опасения касательно того, как тарифы могут повлиять на решение ФРС, они пока имеют под собой довольно-таки мало оснований. На сегодня на все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в понедельник.